Дефицитные бюджеты в муниципалитетах, как следствие слабого контроля за использованием госимущества, специалисты областной контрольно-счетной палаты провели анализ эффективности аренды муниципальной собственности. После продолжительных дождей город поплыл вместе с горожанами, оказалось, что спасать нужно и местные достопримечательности. Бесхозные автомашины медленно, но верно превращают город в автосвалку, как повлиять на нерадивых автовладельцев. Семь дней с жизни Кировской области, факты, персоны, цифры. Это программа «Вести событий недели». И начнем с одной из ключевых тем недели. Дефицитные бюджеты в муниципалитетах отчасти следствие формализма чиновников и слабого контроля за использованием госимущества. К такому выводу пришли специалисты областной контрольно-счетной палаты при анализе эффективности аренды муниципальной собственности. Информацию обобщил Иван Швецов. Контрольно-счетная палата выявила множество факторов сдачи муниципального имущества в аренду с нарушениями. Так, в Даровском районе кабинет в Дании администрации городского поселения используется арендатором как мини-ателье. А по договору помещение было предоставлено для офисных целей. В Кирово-Чепецке коммерсанты самовольно заняли пустующую площадь в административно-бытовом здании. Им никто не препятствовал и договора не заключал. В Куменском районе администрация оплачивает за арендатора услуги по ремонту и теплоснабжению сданного в наем помещения. Эти случаи наиболее яркие примеры то ли разгильдяйства, то ли корыстного умысла, что в итоге решат компетентные органы. Но факты налицо. В половине муниципалитетов контроль за использованием переданного в аренду и субаренду имущества вообще отсутствует. В сегодняшних условиях, когда ощущается острый дефицит бюджетных средств, этот вопрос имеет принципиальное значение, потому что грамотное, эффективное использование имущества – это дополнительные доходы в бюджеты, прежде всего, муниципальных образований. Доля арендных платежей в общей массе неналоговых доходов муниципалитетов в среднем по области составляет 15%. Эксперты уверены, при желании объемы платежей можно увеличить, главное – видеть резервы и не нарушать закон. Среди наиболее частых нарушений – разрешение пользоваться государственным имуществом без официального заключения договора аренды или заключения такого договора, где сумма за услугу берется с потолка или сильно занижается вплоть до символических 10 рублей в месяц. В итоге муниципальные бюджеты недополучают несколько миллионов рублей ежегодно. Только долги по муниципальным, допустим, платежам, платежам муниципальный бюджет составили больше 110 миллионов рублей. Во всех муниципальных образованиях имеются нарушения, правда, их количество и объем нарушений, конечно же, разный. Вот сегодня на обратную связь будут приглашены город Кирово-Чепецк, Лебяжский, Малмышский район, Яранский район. Те районы, где мы отмечаем наибольшее количество нарушений. По результатам рассмотрения вопросов на коллегии материалы будут направлены в прокуратуру. Нарушения получат правовые оценки, а виновные понесут ответственность по всей строгости закона. Отчеты о принятых мерах отправят губернатору и депутатам законодательного собрания. Иван Швецов, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область. На неделе проливные дожди вновь испытывали на прочность коммунальное хозяйство Кирова. От обильных осадков страдали не только люди, но и памятники истории. Репортаж Анастасии Корсаковой. Выходя из дома, не забудьте резиновые сапожки. Делятся полезными советами друг с другом кировчане в социальных сетях. Просторы интернета полнятся фото- и видеодоказательствами того, что дождь вполне уютно чувствует себя в нашем регионе вот уже несколько недель подряд. Ливневки не справляются и, как следствие, новый вид транспорта – плавучие машины. Поплыл на этой неделе и памятник истории и культуры нашего города музей-усадьба знаменитого вятского художника Николая Хохрякова. Сам дом, конечно, остался нетронутым, а вот сад примерно на метр залит водой. Затоплены цветы, за которыми мы всегда ухаживаем, с любовью ухаживаем. Мы и наши дети приходят из клена. Когда нас затопит, дня три не можем никак вызвать службу, которая ливневку чистит. Нам все говорят, приедем, приедем, но три дня, и их нет и нет. Когда все не затопит, пока все не сглазится, они только тогда и приезжают. Тамара Халявина рассказывает, с последствиями проливных дождей они сталкиваются уже третий год. Сотрудники ежегодно звонят в администрацию и дирекцию дорожного хозяйства и просят ликвидировать образовавшийся водоем. Однако все это лишь временные меры. Приезжал представитель и говорит, да, ужас какой странный. Возмутились, конечно, удивились, что такое. И сказали, что будем принимать меры. А какие меры и когда это будут принимать меры? Пока не сказали. Мы позвонили в территориальное управление, чтобы уточнить, когда сотрудникам музея ожидать спецтехнику. Оказалось, что заявка уже направлена в город Ромострой и оттуда в ближайшее время должна прибыть ремонтная бригада. Музей Кокрикова должен был вообще-то подготовиться к такому явлению природному. Если бы их первый раз затопило и было бы достижение на бедствии, то их топит в течение 20 лет, они все молчат. Естественно, мы сейчас будем работать и ликвидируем эту ситуацию. Как всегда, мы решаем вопрос, когда кто-то, в смысле, в смысле, чью-то бесхозяйственность, мы вынуждены решать в экстренном порядке. Сотрудников музея такой ответ явно обескуражил. Город должен заниматься, почему? Мы должны, это же не частная лавочка тут, музей принадлежит государству, государственный музей. Почему? Мы-то должны заниматься ливневкой, чистить ливневку, пропускать. Почему? Бесхозяйственность. Я звоню в ливневку, ливневка приезжает, чистит, но почистит, а дальше что ведь надо еще исправлять и посмотреть причину, какую я. Если они не могут справиться, звоните в город. В городе Ромострой ответили, что о потопе в переулке Копанском знают, однако в какие сроки устранят последствия обидных дождей, ответить не смогли. Анастасия Корсакова, Валерий Никулин, Вести, Киров. От дождей к пожарам ущерб от них составил 15 миллионов рублей, из них около 8 миллионов – это затраты на тушение. И хотя количество возгораний по сравнению с прошлым годом уменьшилось почти вдвое, до окончания пожароопасного сезона еще далеко. В этом году в три раза увеличилось число пожаров, возникших во время грозы. И даже если очаги возгорания обнаруживали быстро, до некоторых мест добраться было сложно. Когда прибывали пожарная и техника, горело уже на десятки гектаров. Были случаи, когда в области не проводилось авиапатрулирование лесов. Выяснилось, что причина отнюдь не отсутствие финансирования. Часто данные федеральной системы дистанционного мониторинга не совпадают с реальной погодой. Вот сейчас у нас показывает СДМ в Нагорском районе, третий класс пожарной опасности, хотя фактически там прошел дождь. Но прокуратура исходит из того, что если есть где-то, значит вы должны летать. Мы РДС дали задание каждый день собирать оперативную информацию по лесничествам, о фактических погодных условиях. Ну а космос поможет нам выявить делянки черных лесорубов. Проверка данных спутникового мониторинга подтвердила 23 факта незаконной заготовки древесины в Афанасьевском и Шабалинском районах. В этом году мониторинг охватит уже 10 лесничеств Кировской области. Объем незаконно заготовленной древесины в этом году увеличился почти в два раза. Все материалы переданы в правоохранительные органы для установления виновных. Более 11 тысяч кубических метров вырублено только в одном лесничестве, это вот Даровское лесничество. И фактически двумя арендаторами лесных участков, это Форест Инвестпром и ИП Петров. Причем у последнего предпринимателя в прошлом году уже был осужден на два года лишения свободы мастер участка. А в этом вновь выявлено 8 фактов незаконных рубок. Ущерб составил 7 миллионов рублей. Форест Инвестпром. У него 5 фактов. Порядка более 9 тысяч кубических метров незаконной заготовки древесины. Вообще без всяких разрешительных документов. В отношении двух должностных лиц возбуждены уголовные дела. Выявить несанкционированные рубки леса удается также с использованием космических технологий. Проверка данных дистанционного мониторинга подтвердила 23 факта незаконной заготовки древесины в Афанасьевском и Шабалинском районах. С виновных взыщут ущерб. В этом году мониторинг охватит уже 10 лесничеств в Кировской области. Пресечь разгул криминала в лесной отрасли помогают и совместные рейды. По ряду лесничеств планируют правоохранительные органы, чтобы исключить возможность передачи информации. Даже наш представитель уже берут в помощь. Бывает такое, что он даже не знает, куда едет. То есть фактор внезапности мы здесь тоже применяем. Добавим, что о фактах незаконной заготовки леса, а также о лесопожарной обстановке, Кировчане могут сообщить по телефону региональной диспетчерской службы 64 34 28. И единому номеру лесной охраны 8 800 100 94 00. Валентина Палкина, Алексей Стахеев, Вести, Кировская область. И еще одна важная тема недели. В деревнях появится сельская помощь, а финансовую поддержку получат не только врачи, но и средний медперсонал. О планах Министерства здравоохранения области на неделе шла речь на встрече главы ведомства Елены Утемовой с журналистами. Главная стратегическая задача Министерства здравоохранения области – улучшение демографической ситуации. Сегодня она сложная. В нашем регионе, впрочем, как и по всей стране, в этом году отмечается рост смертности и снижение рождаемости. Это связано с тем, что население стареет. Четверть кировчан – люди пожилого возраста. Не менее важная задача и в укреплении кадрового потенциала. Меры социальной поддержки врачей до конца не решили вопрос с кадрами, особенно в районах. Поэтому принято решение – меры не отменять, но придать им принцип адресности. Сегодня это фиксировано выплаты 500 тысяч рублей, но по утвержденному перечню врачебных должностей. Со следующего, то есть ежегодно этот список будет обновляться, и мы очень надеемся, что вот мы так адресно, то есть работа с каждым конкретным врачом, постараемся решить проблемы каждой отдельно взятой территории. Впервые меры соцподдержки получит средний медицинский персонал. Что касается оказания первичной медико-санитарной помощи, то тут тоже есть перемены. В населенных пунктах, где проживает менее 100 человек и где нет врачей, будет организовано домовое хозяйство с оказанием первой медицинской помощи. Среди местных жителей определят ответственного, на которого и возложат функции работника сельской скорой. Во многих регионах такие хозяйства уже действуют. Жители вот этого малочисленного населенного пункта могут обратиться для того, чтобы им была оказана и первая помощь, эти люди пройдут соответствующее обучение, не просто так. И чтобы они связались с ближайшей медицинской организацией, либо это фельдшерско-акушерский пункт, либо станция или отделение скорой медицинской помощи в центральной районной больнице, чтобы помощь подоспела вовремя. Некоторые медучреждения будут реорганизованы, но не закрыты. Появятся патронажные группы, которые нужны прежде всего пожилым маломобильным людям. Навстречу к пациентам об этом свидетельствует и тот факт, что теперь каждому будет свой подход в лечении. Планируется и развитие службы неотложной помощи, кабинеты которой создаются на базе поликлиник. Есть и другие новшества. В области начали работать медико-социальные группы, состоящие из медицинского, социального работника и полицейского. В планах и передача лабораторной службы в северных районах области на аутсорсинг. Это связано с тем, что в большинстве медучреждений оборудование не обновлялось с 2006 года и сейчас морально и физически устарело. Сегодня для того, чтобы модернизировать лабораторную службу всей Кировской области, по подсчетам экспертов, требуется порядка 800 миллионов рублей. То есть понятно, что в текущей экономической ситуации мы не можем изыскать эти денежные средства и мы, в общем-то, идем по такому пути. Хотя путь аутсорсинга для нас не новый. Продолжится положительный опыт акций, таких как «Онкопост» и «Река жизни». Будет распространен по всей территории области проект лекарственного страхования. И совсем скоро в Кирове начнет работать служба ранней помощи, которая займется медико-психолого-педагогической реабилитацией детей, рожденных с экстремально низкой массой тела и детей с врожденными патологиями. Случится это 29 августа, когда в Кировской области будут отмечать День ребенка. Вергина Матевосян, Алексей Стахеев, Вести, Киров. В эфире итоговая программа Вести Кировской области событий недели. Смотрите во второй части выпуска. Бесхозные автомашины медленно, но верно превращают город в автосвалку. Как повлиять на нерадивых автовладельцев? Итоги кинопрактики. В Кирове завершила работу летняя международная киношкола в ГИКО. На улицах Кирова на неделе можно было наблюдать представительную группу чиновников, полицейских и журналистов, которые занимались эвакуацией бесхозных автомобилей с улиц города. Оказывается, проблема брошенных авто уже вышла из разряда локальных и грозит превратить город в автосвалку. Репортаж Анастасии Красаковой. Этот брошенный хозяином автомобиль сегодня на радость местным жителям наконец покинет свое пристанище – двор на улице Горького. Конечно, неприятно, что бросают здесь такие транспортные средства, которые уже вообще негодны ни к чему. Была авария где-то зимой, потом ее загнали к нам во двор, и так она и стоит с того времени. Конечно, мешается. И припарковано еще главное в таком месте, где по самой средине вообще двора. Теперь заботливый водитель эвакуатора погрузит авто и отвезет в новый, возможно, последний дом для никого не нужного автомобиля. Вишневые «Жигули» отныне поселятся на штрафстоянке и будут ожидать, когда за ними придет запутавший владелец. Борьба с бесхозными авто с последующей эвакуацией на штрафстоянку в нашем городе ведется с 2011 года. Все это время сотрудники дирекции дорожного хозяйства совместно с ГИБДД вывозят с проезжей части из дворовых территорий брошенные машины, которые не только портят облик города, но и создают помехи дорожному движению, а также представляют угрозу безопасности для жителей города. Ключевым условием бесхозяйности для нас, для дирекции, как объекта эвакуации является отсутствие государственных номеров. Ну, кроме того, конечно, все признаки бесхозяйности связаны с ее техническим состоянием. Спущенные колеса, возможно, разбитые окна. Те признаки, которые безошибочно дают понять, что машину долго не эксплуатировали. На штрафную стоянку авто отправляется не сразу. На отгрузку транспортного средства с указанной территории автовладельцу дается трое суток. По истечению этого срока машина все-таки эвакуируется, если, конечно, хозяин за это время не примет мер. Дирекция никаких не имеет полномочий применить ни административные санкции, ни материальные. Если собственник докажет, что машина его там по каким-то документам соответствующим, то, разумеется, он ее забирает. Однако желающих вернуть старенький автомобиль, как отмечают в дирекции дорожного хозяйства, пока еще не встречалось. Но оказалось, все-таки есть в нашем городе люди, искренне переживающие за судьбу отечественных машин. Андрей Жданов один из таких. Он уже второй день подряд с нетерпением ожидает эвакуатор, чтобы лично пообщаться с водителем и предотвратить эвакуацию. А брошенный на улице Московской девятки Андрей узнал случайно. Тогда и решил попробовать несчастное авто спасти. Меня сразу заинтересовало, так как я сам владелец машины девятка такой же модели, но годом старее. Мне захотелось как бы либо ее взять в собственность, то есть как бы посмотреть, что за машина, если все получится, то восстановить документы и ездить на ней. Мне жалко, что ее заберут на что-то расстоянку, так как у нее разбито стекло. И из-за наших погодных условий можно замочить весь салон и после это хуже, чем машина пострадает. Молодой человек намерен сторожить машину до последнего. Он не оставляет надежды, что прежний собственник не найдется, а ему удастся стать новым, счастливым обладателем девятки. Анастасия Корсакова, Алексей Стахеев, Вести, Киров. На неделе в Кирове завершила работу летняя международная школа в ГИКО. В течение месяца молодые режиссеры, операторы и сценаристы изучали теорию и практику, общались с кировчанами. Главным событием последнего дня киношколы стал показ работ студентов, а в нем сильнейшее оживление у публики вызвали мультфильмы, созданные в ГИКОвцами. Например, картину про то, как губернатор Медведя перехитрил, оценил лично Никита Белых. Фольклорная основа сказки так легла на реальную судьбу нынешнего губернатора, что многие зрители просто смеялись до слез. И тут в губернаторы навострился мужичонка один, хитрый. Выкинули его, как положено, с горы прибрежной, чтоб катился к медведю. А мужичок наш вот что придумал. Внизу костер начал разводить, да котелок поставил. Приправы засыпает. Медведь вроде и съесть хочет наглеца, а вроде и любопытно, чего он там такого удумал-то. А мужичок наш напевает. Подходи, медведушка, будет мне обедушка. Съем тебя с костями, с добрыми гостями. То, что вы оставите или подарите нашему городу, нашему региону, будет храниться с особой любовью. Некоторые будут пересматривать эти фильмы темными, зимними, холодными вечерами. То есть и ронять скупые слезы и вспоминать о том, как было замечательно. Кстати, на секции анимации с мастер-классами выступили такие выдающиеся педагоги, как Александр Петров, получивший Оскара за лучший мультипликационный короткометражный фильм, и Гарри Бардин, обладатель золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Режиссеры и операторы ВГИКа нашли в ветке немало интересного и для себя лично. В плане учебы это было безумно полезно, очень важно. Это раз для некоторых иностранных студентов было просто первое знакомство с Россией. Настоящая Россия не Москва, а Питер, а Вятка. В общем, это на самом деле такая настоящая Россия. Они многие увидели впервые и народ, и город, и окружающая природа вокруг. Поэтому это было невероятно интересно и для них. Я думаю, что те задачи, которые были поставлены перед школой, в общем, она выполнила. Я-то в Вятку наверняка еще приеду, потому что тут у меня какие-то идеи зародились. Я пока не буду о них говорить, но тем не менее хочется приехать еще вернуться и что-то поснимать. Документальный фильм «Александр» посвящен бывшему настоятелю Спасского собора Александру Перминову. Он переживает сложный период в жизни. Недавно был вынужден уйти с любимой службы в соборе. Удар за ударом наносит и здоровье. Во время съемок картины у священника произошел второй инфаркт. 11 минут идут практически без диалогов и закадрового текста. Но у зрителя не возникает ощущения, будто чего-то не хватает. Смысловой доминантой картины становится видеоряд. Большая часть творческой работы легла на плечи Егора Чинилина, студента третьего курса операторского факультета в ГИКа. Как оказалось, язык камеры ни в чем не уступает речи, а в чем-то даже превосходит ее. Этот фильм очень в такой метафоричной стилистике рассказывает о судьбе Александра, о его ситуации с семьей, ситуации с работой, о его хобби. Он байкер непосредственно. И о том, как он эту жизнь совмещает, и как он в итоге справляется со всеми трудностями. В работе документальной секции киношколы приняли участие 28 студентов из разных стран. Турции, Бразилии, Индии, Румынии, Казахстана, Армении, а также студенты из ВГИКа. Они специализируются в игровом кино, и опыт работы с документальным материалом для них был лов и непривычен. Режиссер обычно в игровом кино строит декорации, выбирает натуру, сочетание кадров и так далее. А тут все это лежит на плечах оператора. Мы так и говорим. Создай фон, создай экспозицию к фильму, чтобы возникла некая атмосфера. Ребята очень любили выезжать и снимать рассветы ваши великолепные, с дымкой и так далее. То есть у вас очень много здесь, то, что художники называют пленэром. Летние киношколы ВГИКа проходили, начиная с 2009 года, в Светлогорске, Азове, Казани, Ярославле, Владимире, Москве. А теперь и в Кирове. Организаторы стараются не повторяться. Россия большая, и чем разнообразнее будет материал, который питает творческое вдохновение создателей фильмов, тем лучше. Иван Швецов, Лаверий Никулин, Вести, Киров. На неделе Киров посетила представительная делегация фонда Андрея Первозванного. Основной темой визита стали проблемы семьи и семейных ценностей. Арсений заболел в три года, когда пошел в детский сад. Где-то через месяц мама заметила, что мальчик стал худеть, пропал аппетит. Врачи диагностировали сахарный диабет. Сахара нам восстановили, инсулинотерапию назначили. Я прошла школу сахарного диабета. Сначала было очень сложно. Нас выписали домой. Было очень сложно. Но со временем, конечно, мы справились с этим, научились контролировать сахара. Сюжет об Арсении и о том, что мальчику необходима инсулиновая помпа, был в нашем эфире 8 февраля. Не прошло и месяца, как он получил и помпу, и расходные материалы к ней на год вперед. Родители Арсения поблагодарили всех организаторов акции, зрителей ГТРК «Вятка» за неценимую помощь. И это не единственный случай, когда средства массовой информации напрямую или косвенно помогают детям, семьям и целым детским домам. СМИ сегодня важный инструмент, который формирует сознание людей, ценности семьи. У нас есть совместные акции, которые освещаются средствами массовой информации с министерствами, теперь уже соцразвития, здравоохранение. Мы 29 августа открываем место с правительством службы ранней помощи, уже дадут назначенные. Я думаю, что это будет освещено. Это как раз те вещи, которые направлены на работу с семьей и на помощь таким семьям. Семейным ценностям в современном информационном пространстве был посвящен многочасовой круглый стол. В центре внимания вопрос о том, как выстроить конструктивное взаимодействие государственных органов власти, представителей общественности и журналистов в деле формирования положительного отношения к семье. Некоторые участники встречи считают, что семейно ориентированная информационная политика в нашей стране ведется недостаточно. Был задан вопрос, много ли мало внимания уделяется в СМИ темам семьи. 58% наших сограждан ответили, крайне мало или скорее мало. И что интересно, среди журналистов этот процент составил 79%. На наш взгляд, результаты исследования четко фиксируют, что в России относительно информационного пространства существует явно выраженный просемейный запрос. И все же социально ориентированные СМИ не остаются в стороне от семейных тем. Только наша телекомпания рассказала о сотнях многодетных семей, о крепких семейных узах, об организациях и фондах, которые берут на себя заботу о детях и семьях. Совместными усилиями журналистов и органов власти удалось переломить много негативных ситуаций, скажем, демографическую или отношение общества к семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Я регулярно общаюсь со своим товарищем Дмитрием Александровичем Матвеевым, который нас отвечает за демографию здравоохранения и рождаемость. По его глубокому убеждению, для того, чтобы нам сейчас повышать рождаемость, с учетом того, что объективно для этого не самые хорошие предпосылки, потому что снижается количество женщин вертильного возраста, единственное, что мы можем сделать, это пропагандировать семейные ценности и о том, как хорошо иметь детей. Потому что другого инструментария нет. Участники круглого стола сошлись в одном, чтобы пропаганда семейных ценностей стала системной, а не от раза к разу необходимо формирование государственного заказа. Говорили и о возможности проведения конкурсов, государственных грантов для журналистов, пишущих на тему семейных ценностей. Иргина Мативосян, Сергей Щекин, Вести, Киров. В Ржумском районе завершает работу пятый керамический симпозиум. Он заканчивается выставкой работ художников-керамистов и ярким шоу на главной площади Уржума. Ну а на неделе за работой керамистов наблюдал Иван Швецов. В России проходит всего два керамических симпозиума. Один в Кировской области и еще один на Байкале. Наш симпозиум заслуженно считается мероприятием весьма престижным. На него приезжают известные на весь мир художники. К примеру, в этом году в Уржум приехал академик Валерий Малолетков. Он насвистывает под Элвиса Пресли и делает работу, которая называется «Письмо матери». Произведение представляет собой тарелку, в центре которой находится кружевная салфетка, внизу письмо, вверху адресат. А текст послания будет написан по периметру. Я просто потрясен архитектурой, простотой. И у меня даже какая-то затем появилась надежда на то, что мы еще прорвемся. В какие-то моменты у каждого нормального человека бывают моменты отчаяния. Но вот мне в ветке очень, то есть у Уржума очень комфортно. Я не говорю уже о том, что сюда меня привела книжечка, он там в пакетике лежит «Мальчик из Уржума». Это любимая книжка моего детства была. И не столько текст он и, сколько и иллюстрации к ней. Московский керамист Павел Миллер на базе гончарного объема создает удивительное произведение. Он трансформирует гончарный пласт в фигуры людей и мифологических персонажей. Сегодня он создал загадочный образ женщины под названием «Преображение», у которой, как нам показалось, довольно интересные ноги. Но с ногами мы ошиблись. Это не ноги, это руки. Да, это руки. А под ними книга, книга познания. И вот она, читая эту книгу, становится лучше, прекрасней, женственней. Елена Сласникова – керамист из Челябинска. Работает над фигурой яблочного спаса. Это будет двухметровая дева с яблоками в руках. Глиняную скульптуру из-за ее размеров будут обжигать не в электрической или газовой печи, а на открытом пространстве, во время закрытия симпозиума. Из обжига устроят огненное шоу. Фигура останется в подарок уржуму и будет украшать главную площадь. Когда мы ее раскроем, и она будет уже крепка, горяча и огнена, еще красиво так кидают опилки, это все так вот искрится, и такой получается фаер-шоу, как мы тут все говорим. Каждый художник делает по элементу, поэтому такое творческое, коллективное творчество у нас здесь. А проект фигуры яблочного спаса создала Валентина Кузнецова, керамист из Москвы. Ее искусство одновременно просто и лаконично. Оно обращено к внутреннему миру человека и передает состояние счастья, любви и созерцания. Сейчас она заканчивает работу над бытовой сценкой. Усталая мама моется инишке голову, ему в глаза попало мыло, и он плачет. Я стараюсь расписывать не очень ярко и не очень пастозно, чтобы это было легкой роспись. Потому что скульптура сама за себя говорит. Здесь не требуется. Ведь есть вещи, когда можно на пласте просто цветом что-то сказать. Здесь цвет будет играть второстепенную роль. Керамисты в уржуме работают с белой глиной, привезенной из Украины, а точнее из города Славянска Донецкой области. Красная глина, которой богата Киевская область, не очень подходит для высокотемпературного обжига. Я второй раз на пленере. В прошлом году я здесь была. Меня поразили ваши реки. Вятка, уржумка. Я очень люблю купаться. Когда я плавала в вашей уржумке, я чувствовала себя русалкой. Этот образ я увезла с собой. Когда меня пригласили второй раз поучаствовать, я как бы решила сделать вот такую уржумскую русалку. Воснецовские пленеры и керамические симпозиумы несколько лет проводились в селе Рябово Зуевского района. Но вот уже второй год они проходят в уржуме, где власти могли создать комфортные условия для работы художников. Уржум – старинный купеческий город, и он хранит традиции меценатства и поддержки культуры. Горожане ждут этого мероприятия с нетерпением и подходят художникам на улицах нашего города, общаются с ними. Вот это тоже дорогого стоит. В первый раз, когда мы проводили этот пленер, выстроилась очередь, живая очередь, значит, где-то порядка 150 метров. Понимаете, это говорит об отношении людей, вот к этому мероприятию, об отношении людей к культуре. Отметим, что 5-й керамический симпозиум и 10-й всероссийский воснецовский пленэр в уржумском районе впервые проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Во время пребывания в Кировской области художники, осмотрев достопримечательности района, побывали в местах, связанных с жизнью семьи воснецовых. Иван Швецов, Сергей Щекин, Вести, Кировская область, Уржумский район. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как обычно, через 7 дней. Всего доброго, до свидания. В Кирове открылся новый магазин «Управдом». Огромный выбор линолеума, ламината, паркета, а также входных и межкомнатных дверей. В честь открытия скидки до 20%. «Управдом». Выгодно. Удобно. Улица Производственная, 12. 26 июля ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди. В Вятских полянах днем 20-22 градуса. В Яранске до 22. В Котельниче до 21 градуса. В Зуевке 19-21. В Кирсе до плюс 19. В Лузе 18-20 градусов. В Кирове ночью 12-14, днем 19-21. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. 24 августа. Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». Юбилейный концерт. 30 лет на сцене. ДК «Родина» в 18 часов. Венский свет. Молодой гвардии 51. Секрет настоящих пельменей прост. Много свежего мяса и тонкое тесто из отборной муки. Пельмени торговой марки «Мечта». Сделаны в пижанке. По-деревенски вкусные, натуральные, как сама природа. Отправились вятские в кругосветное путешествие. Как остановка, сразу журналистов нашествия. Объясните-ка нам, россияне, что за сила такая вас объединяет? Ну, мы сразу всем вятского класса наливаем. И тут же друг дружку понимаем. Потому, где русский человек побывает, везде родную душу открывает. Вот она, сила вятской ржи. Это из нее мы вятский квас варим. Вятский квас здоровье спас. Выбирай технику «Штиль» в магазинах «Лес-Дом-Сад» и получай полезные подарки. К бензопилам и бензокосам литр масла. Ко всем автомойкам автошампунь. «Лес-Дом-Сад». Смотрите телевизор только с максимальным звуком? Говорите по телефону, постоянно переспрашивая собеседника? Представляем вам новинку. Миниатюрный аппарат для усиления звука «Компакт». Он улучшает слух в несколько раз. Теперь вы можете слышать все, что захотите, не испытывая неловкость. Усилитель звука «Компакт» – легкое решение для комфортной жизни. В комплект входят аппарат-усилитель звука, ушные вкладыши разного размера, батарейка, удобный контейнер для хранения и подробная инструкция по использованию. Усилитель звука «Компакт» незаметен в ухе. Радиус действия до 10 метров. Имеет ушные вкладыши под любой размер уха. Компактен и легок. Покупайте для себя или в подарок родным и близким. Подарите себе жизнь полную звука. Звоните сейчас, и мы вас услышим. 6 августа компания «Гарант» приглашает на онлайн-семинар по теме «Изменение порядка расчетов за коммунальные услуги» в 2015 году. Запись по телефону 32-00-44. Открой рубатки, а внутри подарки яркие найди. Ну а кому-то повезет, он злато-серебро найдет. Подробности на сайте рубатки.ру Рубатки. Продукты из рубленого мяса. Электроды собственного производства. Заводская 37. Телефон 46-3104. Электроды. Это ЗДМ. Производство и укладка брусчатки. 43-03-26. Впервые в Кирове выставка продажа свежего таежного меда. При покупке одного килограмма меда, второй килограмм в подарок. С 24 июля по 2...